Урал-Трансмаш досрочно отгрузил Министерство обороны России партию самоходных пушек «Малка». Ну, казалось бы, ну пушка, ну всё такое, пушка самоходная «Малка», ну говно какое-то, ну это бывший пион. Пиону там поменяли самоходную пушку, поменяли двигатель, больше там и ничего, собственно, ну трансмиссию ещё там крутили, да. А этот Урал-Трансмаш починил эти пушки. То есть, представляете, вот этот пион в 75-м году сделали, да, потом их модернизировали, назвали «Малка», они уж не выпускаются, они с Советским Союзом выпускаются, да. А теперь они притащили, их ещё там подкручивают, ремонтируют и так далее. И вот партию отгрузили. Вопрос, все посмеют, скажут, пушки, да, херня какая. Но на самом деле это очень серьёзный пропагандистский ход, очень серьёзный ход по запугиванию. Почему? Потому что вот эта пушка «Малка», какая бы она срана, извиняюсь за выражение, не была, она стреляет ядерными снарядами. Понимаете? Вот в чём пирог, да, 233 миллиметра. Это самоходная пушка достаточно большой мощности. И вот мне тут прислали соратники, спрашивают, говорят, а вот какие снаряды используют их, хотят они по поводу снарядов. Я небольшой специалист, но я знаю, что меня спрашивали по поводу снарядов, которые называются перфоратор. Нет таких снарядов. Это было в проекте, да, но их не сделали. Но там и без перфоратора достаточно много сделано боеприпасов, да, то есть РТ-5-1. Есть такой боеприпас, который является, собственно, основным для этой пушки. И он двухкилотонный. То есть, ну, одна десятая часть Хиросимы. Десять снарядов запустил, вот вам Хиросим. Да? Если один, то это одна десятая часть Хиросимы. Летит вот из такой штуковины, да, на расстоянии 30 километров. То есть, ну, понятно, чтобы личный состав, по крайней мере, орудия этого точно не пострадал. Хотя, в общем-то, специалисты говорят, что абсолютно безопасно стрелять на расстоянии более 8 километров. То есть, если на расстоянии 8 километров прилетает от себя вот такая штуковина, да, ну, сами они стреливали, допустим, на 8 километров. То есть, они чувствуют себя абсолютно спокойно, потому что с ними от двухкилотонного боеприпаса ничего не случится. То есть, это когда спрашивают, а что будет, если применят тактическое ядерное оружие? Вот так будет. Понимаете? То есть, на расстоянии 8 километров с вами вообще ничего не будет, да? Ну, а в эпицентре или где-то близко к этому будет очень плохо. И тоже, может, вообще ничего не будет. Просто плохо и все. Поэтому Путин таким образом дает понять, да, то есть, вот они везде расписали, там мы эти малки не выпустили, а починили, они едут, там они теперь могут проехать 10 тысяч километров. Такие 10 тысяч километров, помилуй бог. Там все ломается у них через 50 километров. Они 120 километров ехали 3 дня на всех самоходных орудиях, танках и так далее. Но, тем не менее. То есть, вы понимаете, что эту штуковину доставят в любое место. И она может стрелять. Зачем она вообще сделала? Чтобы стрелять по скоплению противника. И это система остановки прорыва. То есть, ну, допустим, пошли в атаку, идет прорыв, прорыв фронта очень серьезный, да, этой штукой, как саданули, и все. Две килотонны. И, то есть, скопление сил основное, да, то есть, силы прорыва, они попадают вот как раз в зону ядерного поражения. Все, ну, обычно, потому что силы прорыва не растягиваются на большое расстояние. Они концентрируются где-то. И вот где они концентрируются, туда должна вот эта штука долбануть. И Путин как раз пугает всех, да, то есть, не надо атаковать. Мы сейчас тут привезем и будем вам атомным снарядом угрожать и прочее, и прочее, и прочее. Ну, это трусливая, конечно, позиция Путина, потому что у него больше ничего нет. Вот он пугает вот этой херней. Ну, американцы, вот как ни странно, да, вот эти, пушку мы там починили, бля, большую пушку починили. Ну, хорошо, починили. Из Малки может получиться Манка. Григорий, вы абсолютно правы. Потому что, когда они подтаскивают Малку, чтобы шарахнуть на расстоянии 30 километров, то это фиксируется все. Да, то есть, сейчас вот они про них сказали. Естественно, мы и все остальные, и спецслужбы западные будут эту херню пасти. Как только она появится на фронте, это особое внимание. Да, прилетят беспилотники, все на это, из космоса на это посмотрят. И Хаймерсы, они стреляют не на 30 километров. Зафигачат эту Малку прямо вместе с этими снарядами на золотую. Просто раз и нет никого. Поэтому это смертники. Тот, кто вот на этой Малке сейчас приедет туда, лучше бегите. Мой вам совет, нахер, разбегайтесь. Потому что вам точно, ну, вас уничтожат 100%. Ну, и правильно сделают. Вячеслав оптимист. Я не оптимист, я реалист. Я вижу, как развиваются события. И если они выкатили свои Малки, то у них очень все херово, понимаете, если они вот этими пушками смешными. Вот эти пушки, это как бы послевоенные разработки тогда начали делать, когда готовили ядерное оружие и ядерное оружие малой мощности. Понятно, что эти пушки уже после Никиты Сергеевича Хрущева пришли. Но это потому, что Никита Сергеевич Хрущев не любил пушки. А так бы они и в 50-е годы еще сделали вот эти вот пионы все. Понимаете, да? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok